Россия против мира. Предстоящий Гран-при фитнес-хаус порождает больше вопросов, чем можно было предположить. И главная интрига в последние несколько дней – кто станет чемпионом в бодибилдинге в отсутствии Александра Кадзоева. В конечном итоге у нас в стране масса очень сильных спортсменов, которые достаточно конкурентоспособны лучшим европейским, даже, я бы сказал, мировым любителям. А вот главный организатор турнира считает, что нашей сборной придется ой как непросто. Я просто до того беспокоюсь, звонил Наташу Михайлову, говорю, Наташ, я беспокоюсь за Россию, давай искать спортсменов. Ну, сейчас, благо, Питер богатый на хороших спортсменов. Да, это уж точно. По итогам последних турниров в Санкт-Петербурге и в Перми выбрано 4 российских атлета – Сергей Зебальд, Артем Иванов, Александр Колясников и Иван Водянов. Именно этим парням предстоит доказать – российские любители ничуть не слабее европейских. В целом, по любителям, ну, я что могу сказать, я думаю, россияне лучше, потому что за последние годы мы показали, да, у нас Павел Кириленко был, по битерному классику Саша Козу, по битерному классику Павел. Поэтому как-то говорит, что, я думаю, Россия впереди планеты всей. Да, возможности наших парней мы хорошо знаем и верим в них. Но это оптимистичные прогнозы. А как все обстоит на самом деле? Ведь 10 ноября на сцене концертного зала «Аврора» мы увидим лучших европейских любителей, которые не уходили с подиума без медалей последние несколько лет. Кто же они? И так ли они сильны? Из Европы приезжают реально тяжелые ребята. Ну, хотя бы Слободенюк. Он едет на Мира, в Монако. Посмотрим, как там он выступит. Но, во всяком случае, он более массивный, он тяжелый, он с У6 выступает. Плюс, не будем забывать, едет болгарин Димитрус, да? Блин, а он выставляет 130 килограмм. А Димитрус, он чемпион мира. Сейчас еще больше набрал. Помимо этих больших парней, на сцену выйдут еще двое европейских атлетов. Это 16-кратный чемпион Украины, ветеран Анатолий Кудлай, а также чемпион мира и Европы из Чехии Томас Каспарс. Вот уж поистине достойная компания. Я порой ложусь, и мне страшно становится. Что из этого вы, бедные судьи? Это не Санкт-Петербург судьи. Да, здесь явно видно, а там выходят реально сильные парни, которые все на подбор мастера спорта международного класса. И у каждого там запасы в рюкзаке. Арнольд, титул, Мира. Впрочем, наших парней, кажется, больше беспокоят личные счеты друг с другом. Артем Иванов в этом сезоне выступает после четырехгодичного перерыва. Он выиграл у Зебальда на чемпионате Питера, но пропустил его вперед на России. Артем уверен, это лишь досадное стечение обстоятельств. Зебальд, он хоть и больше, но я, мне кажется, поинтереснее смотрю на сцене. И почему на России произошло вот именно так, я думаю, что только из-за грима. Я смыл грим, к сожалению, и вышел просто бледный на фоне всех остальных. Но по пропорциям, по качествам мышц я лучше Сергея. Артем считает, Сергей Зебальд ему не конкурент. На сцене Гран-при Фитнес-Хаус есть куда более трудный соперник. Ну, конкурент у меня один, у меня конкурент Калясников. Блин, ну, вроде вот кажется, что вот так стоишь с ним рядом, да, то есть я вроде как бы и побольше, там, покрупнее. Но, видимо, за счет того, что у него узкая кость, хотя у меня тоже не самая широкая кость. Фотки я вижу, там, сбоку я лучше, сзади он лучше, спереди вроде мы одинаковы, да. Но хочется видео посмотреть, чтобы понять, вот, чего мне не хватает. Наверное, не хватает просто общей массы мышечной. А вот Сергей Зебальд в этом году не перестает удивлять. Его форма, полагают эксперты, позволяет считать питерского ветерана претендентом на первое место практически на любом любительском турнире. Да и сам Сергей это понимает. Да я сам себе соперник. Самое главное, да. Если я качественную форму сделал, я выиграл. В этом сезоне Артем еще ни разу не становился абсолютным чемпионом. Но даже досадное поражение в Мадриде не сломило его. Он всерьез намерен побороться за золото 10 ноября. Вполне возможно, я на это надеюсь и постараюсь максимально сделать качественную и грамотную форму, которая была как на Испании, на Классике, на городе. То есть максимально выложиться, конечно, нужно. Я обязан просто это сделать. Что же касается европейских атлетов, то эксперты выделяют из них Слободанюка и Димитрова. Украинец массивен, умеет делать форму, но не обладает идеальными пропорциями. Болгарин Димитров огромен, также делает хорошее качество, но это не помогло ему опередить Виталия Фатеева на Арнольд Классик в Мадриде. Украинский ветеран Анатолий Кудлай проиграл всем четырем членам нашей сборной на недавнем гран-при Тюмень. А может он готовит пик формы именно к питерскому турниру? Что же касается чеха Томаса Каспора, то он остается темной лошадкой. Но титулы чемпиона мира и Европы говорят сами за себя. С этим парнем будет непросто. Тем не менее, эксперты уверены, нашим атлетам по силам все. Задача, наверное, в конечном итоге не расслабляться, грамотно подвестись, выжать из себя все, что необходимо. Потому что зачастую, так скажем, титулованность и опыт иногда служит такую дурную шутку. Человек расслабляется, где-то не доводится, не досушивается. И поэтому получает более низкое место, чем по факту мог бы заработать. Вот, наверное, хочется пожелать выжать из себя все. А дальше, я думаю, все будет хорошо. Удастся ли Иванову взять реванш у Сергея и Александра? Покажет ли Зебаль снова свою лучшую форму? Сможет ли Водянов отстоять честь Москвы? Или Колясников снова докажет, что ему нет равных? Ждать осталось совсем чуть-чуть. Все это можно, конечно, преподносить, когда одного спортсмена видишь, что вот ты классный или ты классно смотришься. Когда они на сцену выходят, здесь вот только здесь, только 10 ноября будет понятно, а кто же. Это действительно круче. Посмотрим, рынок покажет, как говорится. Это последний мой турнир будет, он будет 10 ноября. Приходите, посмотрите.